здравствуйте друзья продолжим серию обзоров по новинкам для умного дома от окара и сегодня поговорим про еще одно реле серии t1 напомню это компактный одноканальный zigbee 3.0 реле с возможностью подключения внешнего механического выключателя сегодня речь пойдет о версии с нулевой линии и функции энергомониторинга про вариант без нулевой линии я уже рассказывал кто не видел смотрите ссылку в описании модель ssm u01 протокол zigbee 3.0 рабочее напряжение от 100 до 250 вольт максимальная мощность 2500 ватт функция энергомониторинга защита от перегрева и превышения нагрузки размер 42 и 9 на 40 на 19 9 миллиметров поставляется реле в бело-синей коробке присущей глобальным версиям устройств также была оформлена коробка от глобальной версии шлюза окара m2 а вот версии для локального рынка в коробках меньшего размера и без использования цветов пример в моем обзоре реле t1 без нулевой линии на коробке надписи на нескольких языках в том числе и на русском имеется надпись о прохождении zigbee сертификации в комплекте реле толстенькая мультиязычная инструкция на 90 страниц информация в ней на восьми языках в том числе и на русском конструкция релейных модулей окара очень похожа первое что бросается в глаза это внешняя антенна для улучшения качества сигнала на торце находятся контакты колодки тут их 5 входящие фазы и ноль выходящая фаза и два контакта для подключения внешнего механического выключателя доступ к винтам контактной колодки находится на верхней части реле тут же расположена единственная кнопка для переключения и сопряжения а также светодиодный индикатор на нижней части дублируются базовые параметры устройства при этом название модуля написано на английском и русском языках кстати как и на без нулевой линии тут есть наклейка с install кодом но куда его применять пока остается для меня загадкой реле прекрасно помещается стандартный круглый подрозетник без необходимости допила внешняя антенна позволит избежать проблемы плохого качества сигнала из-за того что реле находится внутри стены толщина устройства позволяет без проблем разместить том же подрозетники стандартный механический выключатель для ручного дублирования управления сравниваем с без нулевой версии которая на этом слайде слева длина и ширина совершенно идентичная 42 и 9 на 40 миллиметров а вот толщина и тут это хорошо видно у версии без нуля на полтора миллиметра больше 21 и 4 против 19 9 у героя обзора также можно сравнить с бюджетным zigbee реле санов мини которому тоже требуется нулевая линия но при этом в нем нет функции энергомониторинга тут тоже размер сопоставим напомню санов имеет одинаковую длину и ширину 42 и 6 миллиметра перейдем к подключению устройства в сеть нулевая линия на слайде черный провод и у нагрузки и у реле общая фаза красный провод входящие от сети подается в реле а уже из реле подается на нагрузку важно не перепутать но ли фазу это как минимум с точки зрения электро безопасности контакта с 0 и с 1 подаются на выключатель для дублирования управления важно для использования подойдет только выключатель без неоновой подсветки давайте посмотрим почему так я взял аналогичный выключатель а используя лигранды но с маленьким окошком на клавиш это неоновая подсветка которая помогает найти его в темноте подключаем этот выключатель по той же схеме замыкаем контакта с 0 и с 1 и при его включении реле превращается стробоскоп постоянно включая выключая нагрузку а с обычным выключателем все работает нормально логику начнем с родного приложения acara home напоминаю она доступна и для android и для айс слайды с тремя скринами сделаны с android с двумя с айс выбираем реле из списка устройств и показываем на какой шлюз подключать у меня это акара m2 для перевода реле в режим сопряжения нужно зажать кнопку на нем течение пяти секунд пока индикатор не начнет моргать после этого выбираем локацию задаем имя и устройство подключается к системе большая часть плагина реле занята кнопкой включения которая подсвечивается когда реле подает питание на нагрузку под ней находится панель энергомониторинга еще ниже таймер обратного отсчета приложение для айс все выглядит совершенно точно также на данном этапе никакой разницы нет таблицы энергомониторинга можно посмотреть графики мощности нагрузки в разрезе периода а также по энергопотреблению в киловатт-часах меню настроек большая часть опций стандартно посмотрим наиболее интересны например график мощности уровня сигнала zigbee кстати это реле является роутером настройках есть опция запоминать состояние перед выключением и тип механического выключателя тут по аналогии с без нули вымрили тоже три варианта тумблер то есть фиксированный выключатель возвратный и нет выключателя тестирование чуть дальше в обзоре реле может участвовать в автоматизациях в разделе если имеется 8 вариантов как по состоянию так и по мощности чтобы было понятнее расскажу чуть чуть подробнее например выключение это событие автоматизация сработает в тот момент когда реле выключится а выключено это условие она работает в паре еще с чем-то например датчик обнаруживает движение реле при этом выключена тогда включаем свет такая автоматизация например не будет работать когда реле включена аналогично и по потребляемой мощности в разделе тогда действие автоматизации реле предлагает три варианта включить выключить и переключить состояние например простейшая автоматизация когда по нажатию кнопки реле включается если было выключено и наоборот выключается если было включено еще примеры автоматизации первые как я только что рассказал но с датчиком открытия если выполняются оба условия датчик открыт и реле выключены тогда включаем его второй пример пригодится например для зарядных станций когда мощность падает например до 1 вата то есть аккумулятор уже заряжен реле отключается третий пример для периодических уведомлений когда при сработке таймера если мощность нагрузки меньше той что должна быть автоматизация будет слать уведомление еще стоит пару слов сказать об уведомлениях имеется возможность задать свой собственный текст для них например в случае рассмотренной автоматизации писать о том что мощность нагрузки ниже стандартный скорость работы с приложением akara home тут все зависит от качества интернет-канала но в целом задержек практически не ощущается home kit реле пробрасывается автоматически если шлюз которому оно подключено добавлено в систему как мост она может быть сгруппировано с другим реле и участвовать в автоматизациях для управления здесь есть всего лишь два варианта включить или выключить данных по энергомониторингу по крайней мере я не обнаружил из home kit работает все очень шустро без задержек и управления и обновления статуса как и его без нулевой собрат героя обзора в мехом отсутствует на этих слайдах использовался мод скопиба точка ру попытаться конечно добавить его можно благо шлюз сяоми гейтвей 3 поддерживает zigbee 3.0 устройство но то что в конце концов добавится будет находиться постоянно в оффлайне и ничего кроме удаления с ним сделать нельзя аналогично и в официальной версии мехом для айс устройство вроде как и добавляется и даже локацию ему можно выбрать но вот ничего с ним сделать нельзя хорошая новость реле поддерживается zigbee to mqtt о чем есть и запись перечни поддерживаемых устройств на официальном сайте проекта для теста я использовал стандартную версию интеграции на момент съемки актуальный номер 11622 включаем через веб-интерфейс интеграции режим добавления новых устройств активируем на реле режим сопряжения зажав кнопку на 5 секунд в интеграции появятся записи в начале прохождения интервью после его прохождения устройство корректно опознается и добавляется в систему есть и оригинальное изображение устройства и четкое указание о том что реле является роутером что собственно присущи всем устройством со стационарным питанием и нулевой линии поддержка полная сейчас есть и управление состоянием и текущая мощность и энергопотребление а также уровень качества сигнала я думаю что скоро должен появиться еще датчик внутренней температуры при этом веб-интерфейс интеграции позволяет в онлайне управлять реле и видеть показания энергомонитора эти параметры виде четырех сущностей пробрасываются в home assistant владельцы замечательных zigbee координаторов в виде осылать шлюзов тоже не останутся в стороне поддержка этого реле имеется в прошивках выпуска начиная с 7 декабря 2020 года то есть совпадающий с датой выхода этого видео запускаем режим сопряжения держим кнопку на реле пока она не переключится и светодиод не начнет моргать и ждем пока не завершится процесс сопряжения все просто и стандартно устройство познается корректно естественно тоже как роутер мелкие вопросы такие как картинка и всякое такое будут со временем вылизаны на работоспособность это никак не влияет напомню про особенность работы sls некоторые параметры подключенного устройства появится когда по ним пойдет какой-нибудь обмен например сразу появилась только три сущности после включения питания на нагрузку появилось значение потребляемой мощности еще через несколько минут появится и параметр энергии в киловатт-часа значение сколько всего энергии прошло через это реле эти параметры пробрасываются и в home assistant работа с выключателем тумблером с фиксированным положением тут можно послушать и щелчки реле при имитации работы возвратного выключателя реле просто быстро переключается вслед за выключателем а здесь включен режим возвратного выключателя тут уже реле нормально реагирует на быстрое переключение это имитация работы нефиксируемого выключателя если опция помнить состояние при восстановлении питания не активирована то при подаче питания реле будет всегда выключена а если активировать эту опцию то реле действительно будет переходить в то состояние которое было при пропадании питания конечно можно было сказать вот еще одно компактное реле с нулевой линии такое же как санов с гб мини или туевские варианты от лансонха или моэс но у акара есть козырь в рукаве это энергомониторинг причем не просто показометр со статистикой а реальный инструмент управления для использования в автоматизациях даже в стоковом приложении а это как ни крути большой плюс на этом все если у вас остались вопросы задавайте их комментариях под этим видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал также напоминаю что все самое интересное новости обновления купоны акции на товары умного дома можно найти в моем телеграм канале ссылка в описании до свидания до новых встреч